Ко мне позвонил друг моего отца. Они вместе учились техниками руководящих кадров, андиец из селения Гагатли, Рамазан Шамхалов. Он с моим покойным отцом пронесли через свою жизнь дружбу. Ни одно грубое слово друг к другу не сказали. Таких друзей вообще сейчас даже очень трудно увидеть. Друзья, и этот друг, после того, как у нас вышел эфир про убийство в райотделе Курбана Далгатова, Рамазан ко мне позвонил. Говорит, Рамазан, мы с тобой, мы с твоим отцом долго дружили, и сейчас я хочу, чтобы показать тебе поддержку в случае чего, если какой-нибудь грубый с твоей стороны, или моя помощь необходима будет тебе, я готов быть вместе с гигатлинцами, вместе с андийцами, быть рядом с тобой. Вот так заявил друг моего отца. Если мой отец смотрит с небес на эти события, Рамазан, я думаю, что он будет очень доволен твоим поступком. Спасибо тебе за поддержку. Я тоже готов быть рядом с тобой в любую минуту. Только скажи, только дай знать. Я буду с тобой. И, кроме того, уважаемые друзья, андийцы, представитель которых является Рамазан, нам в Дагестане в школах не преподавали историю и быт наших народностей. Мы особо хорошо не знаем ни андийцев, ни другие народности Дагестана. А теперь я несколько слов скажу про андийцев. Андийцы – это особый народ, то есть у них своя территория, свой язык, своя культура, свой яхнамус и свое достоинство. В 1859 году, к концу Кавказской войны, когда имам Шамиль введено, проиграл последнюю схватку пушками против сабельками, конечно, не победит, в Чечне, ныне сейчас это Чечня введено, он поднялся со своей армией, когда введено пало, поднялся к андийцам и сказал, задержите их. Андийцы это поняли. И до самого августа месяца, пока Шамиль имам укреплял свою крепость Гунид, возводил стены, разрушал, сглаживал скалы, чтобы трудно было туда подняться, он думал, пережить там какое-то время до зимы, когда подвоз продовольствия для русских войск стали затруднительными, потом начать атаку. Вот таким намерением он укреплял свою крепость. А андийцы подняли весь народ, специально сдали указ, кому можно не являться, беременным женщинам, там инвалидам, остальные поднялись, вырили окопы, стали на защиту, и оттуда два полка царской армии, наступал одним из которых, был и дагестанский полк, тоже там был. Они оттуда вот в течение трех месяцев не пустили к Шамилю эту армию, армия спустилась на равнину, и уже 10 августа через Буйнакс, через Дагестан, дошла до Гуниба. Сопротивлялись и не пустили андийцы через свои земли, чужую армию. Теперь еще, как что там происходило, сколько погибло андийцев, какие там схватки были, каким образом два полка вооруженных, дело в том, что в горах андийцы имеют преимущество, знанием своей местности, и своя тактика у них была, поэтому пушками там не побили андийцев. И они задержали, и не пустили против Шамиля вот это войско. Теперь смотрите, в 2000 году, когда боевики напали на Дагестан, Ширвани Басаев проходил через андийские земли, и он попросил их пропустить меня, я с вами воевать не хочу, дальше иду я в Дагестан, у меня свои цели. Андийцы знаете, что сказали? Идите, куда хотите идите, но оружие оставьте здесь. С оружием через нашу землю к дагестанцам вы не пройдете. Не пропустили они, воевали. И что самое интересное, понимаете, когда Ширвани Басаев, командир отряда боевиков, вот такой услышал, он разозлился, там начались вооруженные сражения, и все андийцы, которые жили на равнине, в Махачкале, в Каспийске, в Ленинграде, в Москве, все вернулись, направили свои села, вырвали окопы, у кого оружие было, у кого что, каким образом, организовали сильнейшую оборону. Ельцину когда доложили, что с этой стороны, говорит, андийцы не пустили боевиков через свои земли. Ельцин говорит, а, говорит, я до сих пор не знал, что в Дагестане есть индейцы. До того, наш народ вообще нигде неизвестен. Вот андийцы какие. Второй случай. Третий случай я вам расскажу. Вы недавно помните, наверное, какое очень сильное, неприятное для дагестанского сердца противостояние было в Гумбетовском районе между Сиухцами и Целедлинцами. Из-за земель там, что непонятно для нас было, оттуда спецназ отправили, там вооруженные столкновения, чабана убили, что-то такое там произошло, особо я сейчас не помню, это летом, год назад или два года назад было. Спецназ туда направили. Не смогли этот вопрос решить. Андийский жамат пошел, помирил эти два села. Какие мудрые слова они нашли, мы не знаем. Эти люди помирились, дальше убийств нету, дальше сражений нету, мир наступил в Гумбетовском районе. Мудрус андийский, дорогие друзья, это сейчас тоже они одни из самых сплоченных народностей Дагестана. Вы, например, вот, другие тоже позвонили ко мне. Рамазан говорит, вот мы готовим тебе помочь, если что, какая-нибудь помощь от андийского требуется тебе или нет. Андийский, большое вам спасибо. Я благодарен за ваши звонки, за вашу поддержку. Знаете, что таких народов в Дагестане мало осталось, сплоченных народов, которые чувствуют свою землю, свою родину, свой Дагестан. Очень много народов практически не могут сплотиться между собой, их стравили. Я думаю, ваш пример, ваша мудрость, даже если где-то еще раз такое случится, как в Гумбетовском районе, или где бы то ни было, что-нибудь случится, вы первыми отзоветесь, ваши мудрецы тонко чувствуют ситуацию в республике, дай Бог вам дружбы и всем дагестанцам говорю, уважайте, цените андийцы. Это настоящие дагестанцы, настоящие дагестанцы. Дай Бог вам здоровья.